Здравствуйте! Вы смотрите полезную для здоровья программу «Диагноз Север». И сегодня мы поговорим о современных методах физиотерапии. Оксана Владимировна Проскова, медсестра высшей категории физиотерапевтического отделения. Окончила Кольский медицинский колледж. Регулярно повышает квалификацию. Оксана Владимировна, давайте поговорим сегодня о современных методах физиотерапии. Какие доступны интересные аппараты здесь, в санатории Тирвоз? Например, прессотерапия, да, что-то еще? Ну, у нас очень много аппаратуры. Просто прессотерапия и бесконтактная ванна, так же, как и озонотерапия, они появились совсем недавно. И достаточно интересные такие наработки, интересные очень аппараты, причем достаточно доступные для людей. И процедуры, которые дают определенное действие, и мы это наблюдаем изначально сразу, как только делаем эту процедуру, данные конкретные процедуры. То есть облегчение в состоянии видим сразу, не через месяц, не через два, а мы их сами можем наблюдать. Это очень приятно. Давайте поговорим вот о каждой процедуре отдельно, кому она показана, как она действует, принцип действия этой процедуры. С какой процедурой начнем? С любой, давайте с озонотерапии, например. Озонотерапия. Озонотерапия заключается в том, что мы на человека одеваем мешок, так скажем. Есть они не разные, бывают. Бывают комбинезоны, бывают на руки, на ноги, бывают в виде шапочки. Значит, мы одеваем шапочку и воздействуем непосредственно на озон, например, волос. То есть шапочку мы, да, естественно, одеваем на голову. И озон действует положительным образом, то есть улучшает кровообращение. То есть в том случае, если, например, наблюдается облысение, то есть достаточно хорошие наработки для того, чтобы исправить подобную ситуацию у людей. То есть естественно, что даже если нет облысения, в любом случае улучшается состояние волос. То есть чисто вот с косметической точки зрения очень интересная процедура. Мало того, очень хороша озонотерапия в случаях, когда присутствуют такие заболевания, как экзема, псориас. То есть в наше время это немаловажные, как бы для людей это достаточно неприятные заболевания. То есть любые гнечковые заболевания. И при назначении данной конкретной процедуры очень хороший эффект наблюдается. Также у нас в наше время есть такое неприятное заболевание, поражение грибком. То есть вот с помощью озонотерапии достаточно хорошо излечиваются вот эти грибковые поражения. Мало того, есть такие заболевания, например, как хронические гепатиты. То есть опять-таки именно озонотерапия, она дает очень хорошие результаты для оздоровления. Даже в онкологии показана озонация с помощью комбинезона. То есть это общая процедура и очень хорошее действие оказывает при онкологии. Ну а что касается прессотерапии, вот мне очень интересно, потому что я слышала, что от прессотерапии можно похудеть. Ну, похудеть, есть такие наработки и в озонотерапии. В прессотерапии за счет чего идет снижение веса? За счет активизации, и в том и в другом случае за счет активизации обменных процессов. Но надеяться на то, что вы сделаете, например, прессотерапию или озонотерапию похудеете, ну, несколько смешно. Но, тем не менее, результаты действительно очень хорошие. В том случае, если, естественно, соблюдается и диета в комплексе, и дается физическая нагрузка. Потому что выводятся шлаки и улучшаются обменные процессы. Прессотерапия еще очень хороша при использовании ее вот именно камер для ног. То есть есть такое понятие усталость ног. То есть вы прекрасно знаете, если вы день провели на каблуках, ножки устают, болят. И вот в этом случае очень хорошо сделать прессотерапию в конце дня. Очень хорошие, замечательные результаты. Также улучшается состояние при нарушениях венозных, при нарушении лимфатической системы, при работе лимфатической системы. То есть снимаются отеки, а это немаловажно и для мужчин, и для женщин. Поэтому прессотерапия хороша тем, что она улучшает лимфодренаж и улучшает венозный отток. А за счет лимфодренажа и венозного оттока, естественно, усиливается кровообращение во всем организме. Вот за счет этого и идет процесс похудения. А есть ли какие-то возрастные ограничения для этой процедуры? Вот, например, деткам нельзя, нежелательно. Ну, деткам там невозможно будет делать, потому что камеры все-таки рассчитаны, конечно, манжеты рассчитаны на взрослого человека. А для взрослого человека, пожалуйста. То есть возрастные тоже ограничения, вот возрастных, например, средний возраст и пожилой возраст, ради бога. Единственное, что есть, конечно, оно, если есть тромбозы, если есть тромбофлебиты, то ни в коем случае делать нельзя. Поэтому прежде чем любую процедуру принимать, нужно все-таки обратиться к врачу, посоветоваться с ним, чтобы врач уже более целенаправленно сделал назначение. Ну, вот еще есть у вас такая бесконтактная массажная кровать. Бесконтактная гидромассажная ванна. Ванна называется правильно, да. Но это несколько не та ванна, какую мы имеем себе представление. Как в ванной комнате. Да, как в ванной комнате. То есть там на ванну одето каучуковое покрытие, и человек ложится вот именно конкретно на эту мембрану. А внутри действительно вода, внутри этой ванны вода. И подается определенная, с определенными атмосферами струи воды и с определенной температурой от 25 до 40 градусов. Естественно, это все задается. И идет непосредственное воздействие, вот массажное воздействие полностью или на весь организм, или на части тела. То есть там возможно и воздействие на ноги, возможно воздействие на плечевой отдел, возможно воздействие на грудной отдел, на поясничный. А можно проводить полностью и на все тело. То есть мы достигаем мышечной релаксации, вызываем глубокую мышечную релаксацию для того, чтобы мышцы расслабились и спастические явления ушли. Что-нибудь еще интересное есть у вас в закромах физиотерапии? На закромах физиотерапии есть замечательные кровати, ну, габыст, я думаю, что вы про них слышали. Чем они примечательны? Ну, кровати примечательны. Мне очень нравится, ну, габыст кровати, потому что там действие рассчитано на то, что валик, двигающийся снизу вверх и сверху вниз, он растягивает межпозвоночное пространство позвоночника. А за счет этого, естественно, усиливается, улучшается кровообращение, а вы прекрасно понимаете, что позвоночник все-таки это наше здоровье, то есть здоровье полностью нашего организма. Потому что у нас иннервация происходит, нервы выходят, естественно, из позвоночника, и чем в лучшем состоянии он находится, тем, естественно, в лучшем состоянии полностью все органы и системы. То есть, в принципе, вещь такая тоже незаменимая в нашей жизни, когда мы сидим за компьютером, постоянно скрючившись. Конечно, тем более малоподвижный образ жизни, да и нагрузки тоже, скажем, немалые бывают. Спасибо огромное за интересную информацию. Всем зрителям предлагаю посмотреть нашу рубрику «Зарядить». Всем привет! Меня зовут Сагадак Елизавета. Я являюсь фитнес-тренером. Также преподаю растяжку и пол-дэнс. Сегодня я покажу вам несколько упражнений на мышцы пресса. Данные упражнения помогут вам держать себя в форме. Первое упражнение называется «Складочка». Ложимся на спину. Руки прямые. Поднимаем ножки, поднимаем руки и корпус. Раз. И аккуратно ложимся обратно. Обратно. Делаем пять раз. Для усложнения упражнения ноги и руки можно пол не ложить. Отлично. Данное упражнение делайте пять раз. Достаточно три подхода. Следующее упражнение. Ложимся на спинку, ручки за головой. Ножки на весу. Делаем группировку. Раз. Ложитесь обратно, ножки выпрямляете. Приводите правый локоть к левому колену. Раз. Другая ножка остается прямой. Ложитесь обратно, ножку выпрямляете. И наоборот. Это считается за один раз. Так выполняем пять. Данное упражнение делайте пять раз. Три подхода. Выполняйте данное упражнение три раза в неделю. И через месяц вы уже заметите первые результаты. Начинайте готовиться к лету уже сегодня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok